Итак, значит, ну что ж, давайте тогда вначале немножко, ну как, дам освещение того, что происходит, на мой взгляд, что можно было бы обозначить, что могло быть для вас интересно. Значит, в Индии идут мощные мероприятия, выставка, где элита Скайвей выступает во главе с генеральным конструктором, автором технологии. Вот, этот процесс идет, вы тут следите, я смотрю, я в чат заглядывал. Я всю эту неделю после возвращения с Грузии сразу же, два раза уже съездил в Ригу. Между этими двумя поездками были праздники Победы, тут тоже было много дел еще в Эстонии. Вот, и тоже встречался с индусами, которые приезжали, у них были тут свои еще другие дела. Но основная цель их поездки, три представителя приезжали, они как бы собрали воедино интересы и возможности трех штатов. Они просили эти штаты не называть и сами мне их не назвали, поэтому я сказал, что лучше не говорите, я не буду знать, о каких штатах идет речь. Вот, и как в целом это логично, что речь шла о том, что они будут подыскивать уже кое-что сделано, мы обсудили возможные исходные параметры, которые нужно еще уточнить по одному адресному проекту. Проекту это порядка 16 километров есть, как бы транспортная структура, вот, и есть комплексный один проект, который они хотят, значит, еще уточнить, это разгрузка двух, как бы связи между двумя транспортными узлами, где у них колоссальнейшие проблемы. При переезде с одного транспортного, как бы накапливающего и рассредотачивающегося узла в другой, внутри большого, очень большого города. Вот, это проекты. И вот сейчас речь, они поехали домой делать домашние задания, чтобы выяснить в пользу какого проекта, а может быть даже еще и третьего проекта, и вот они будут выяснять. Но суть-то не в том, что взять и сесть и придумать, что давайте возьмем вот этот проект, давайте посчитаем, но посчитали, а дальше, а деньги откуда взять, вот, поэтому, ну, речь шла и о том, как финансировать проекты, как начинать. Они очень были заинтересованы в создании, то, о чем мы с вами говорили уже неоднократно, о создании так называемой инициирующей компании, где они собирают в эту компанию. Я уже схем вам не показываю, чтобы не морочить вашу голову, а тут размахиваю руками и рассказываю. Я надеюсь, что большинство из вас, кто здесь присутствует, представляет, о чем идет речь. Создается так называемая инициирующая компания, то есть собирают сюда люди, которые заинтересованы, знают информацию, уже как-то представляют, как делать адресный проект, знают, кто мог бы быть заказчиком или кто есть уже заказчик, и начинают складывать все элементы. То есть они берут на себя предпроектную стадию. Что такое предпроектная стадия? Предпроектная стадия – это когда самый неблагодарный период, когда еще такая как бы вялая фаза интереса к финансированию, вероятность совершения проекта. Сейчас я выключу, кто мне тут скайп вякает, я выключу его совсем, или вернее переведу свой статус из такого. Так, да. Когда из такой вялой фазы интереса, ну, давайте инвестируйте, дальше посмотрим, вот, привлечение финансовых различных источников, это надо самим проводить. И вот об этом шла речь. Поэтому второй вопрос был о том, после нынешнего мероприятия, выставки и визита Анатолия Дарвича в Индию, прояснится стратегия и тактика группы компаний Skyway, ну, вот в этом регионе, в вопросах инвестирования. Сегодня точно известно, да подлинно, как говорят, известно, что Индия это страна, в которой законодательством вывод средств из государства куда-то является достаточно трудоемким и неблагодарным мероприятием. Практически все средства в Индии инвестируют все государства. И не случайно Индия тут по всей вероятности, по результатам и прошлого года может оказаться, если не первой, то в числе первых по интенсивности роста, прироста ВВП, национального продукта. Поэтому все непросто, но интересно. И тогда определиться уже, скажем, возможности создания каких-то краудинговых схем. Там сейчас чиновники заказали экспертизу и предложения разрабатываются, значит, Делотен Тушем, по-моему, и Эрстен Янгом. Альтернативные, это международные известнейшие консалтингово-аудиторские компании, которые исследуют возможности, ну, и дают свои какие-то рекомендации. А уже решения чиновники принимают сами. Поэтому, чтобы не бежать впереди паровоза, сейчас вот с этими партнерами, с которыми мы беседовали в Риге, была договоренность, что они поехали сейчас готовить различные там вопросы, о которых мы договорились. Ну, и, соответственно, значит, будем готовить, как дальше идти с адресным проектом, подготовкой пилотных проектов. Потому что все равно эту работу вести надо. Они чувствуют, что, скажем, как только вода из-за плотины проектов пойдет, пустится, начнет пускаться в долину, если говорить образно, то есть начнутся строительные, или уже возможности разрешения на строительство будет, то будет колоссальный шибун. То есть лихорадка начнется, и поэтому они хотят быть как можно больше впереди. И это нам тоже надо учитывать, когда мы где-то с кем-то беседуем, и это надо понимать. И это не значит то, что, понимаете, мы все сидим и вроде бы смотрим в потолок, там небо, молим Господа Бога, там еще кого-то. Значит, что давайте, как можно быстрее пойдет проект, сейчас мы начнем тут акции туда-сюда продавать, покупать на бирже и так далее. Дорогие друзья, это процесс неоднозначный, процесс, который сейчас вот факты, которые существуют, показывают. Поэтому предстоит очень большая работа. Не случайно многие из вас, или, по крайней мере, отдельные, ну, как бы компетентные товарищи, которые у нас там на чате целевых проектов, время от времени свое мнение и вопросы высказывают, какие-то опасения о том, что успеем ли, сможем ли уложиться, как быстро можно строить, там можно ли там за сколько-то строить. Значит, я задавал вопрос случайно, абсолютно не связанный с проектом, с этим проектом, или вернее с каким-то конкретным проектом, связанный с интеллектуальной оградой проектировщикам. И между делом высветилось, они говорят, так а что тут сильно расстраиваться, вы же должны понимать, что практически одну опору можно ставить за 20 минут, одну опору промежуточную, с анкерными опорами несколько сложнее, в зависимости от того, какую трассу мы устанавливаем. Поэтому уже сейчас даже тот опыт, который обретен на площадке в Мариной Горке, он дает очень много оснований для того, чтобы правильно описывать технологии, для того, чтобы правильно уже в так называемом промышленном производстве, подготовке, переходу потом к промышленному. Вначале начнется желаем мы того или нет, опытно-испытательное производство, то есть пилотное производство, опытно-пилотное, где еще будет оттачиваться уже режимы, производственные режимы. А как индийцы собираются авансовые платежи и вносить, если им деньги из стран выводить нельзя? А нет, это другое дело, дорогие друзья, понимаете, одно дело выводить в проекты, другое дело рассчитываться. Вы меня дословно понимаете, это же не значит, Иван, что нельзя рассчитываться, они будут рассчитываться, согласно договору, это можно делать, это же не какое-то выведение денег из страны, нет. Я когда говорил, что выведение денег это в какие-то проекты за страной, они рассчитываются за тот проект или за подготовительную работу тех проектов, которые делаются в их стране. И поэтому это тяжело как бы отлавливать, и это вполне возможно, реально возможно делать. Так, ага, вечера, вопросов нет. Так вот, таким образом, такова история с индусами или с индийцами, которые были в Риге. Мы с ними очень основательно поработали практически два дня. Значит, что еще вам хотел сегодня сказать, дорогие друзья, желаем мы того или нет, но мы чувствуем, затылком видим, лбом, третьим глазом предполагаем, что вот-вот-вот уже близок. В прошлый раз я тоже, или позапрошлый раз я вам показывал, что десятый этап, он грядет, да и это даже, ну, скажем так, как раньше говорили, ежу понятно, что следующий этап десятый, если не одиннадцатый. Не хочу вас пугать, это не моя задача, но, как говорится, желательно с этим это учитывать, чтобы это не было бы, как бы, такой нерасчетной или нерасчитанной неожиданностью при построении ваших стратегических, тактических планов. Поэтому я не думаю, ну, вот не уверен я, чтобы до Экофеста произошло бы, но подготовка идет, могу вам сказать, что подготовка к смене дисконта идет, переход на десятый, покажут сейчас, покажут результаты, некоторые результаты по Индии, и в основном это покажет, скажем, те несколько встреч, которые сейчас запланированы, и те подписания, которые запланированы сделать в Минске в рамках предэкофестовский день, ну, это будет общее такое мощное мероприятие, а предэкофестовский день, или вот в этом периоде будет по всей вероятности, будем предполагать или полагать, что это все состоится, будет сделано целый ряд, как бы, готовится определенное подписание, и это может очень сильно подклеснуть. Поэтому желательно, так это самое, достаточно толково готовиться и, в общем-то, рассчитывать свои возможности. Вот. Могу сказать еще раз, что обсуждался этот вопрос на совете, общем совете на днях, и еще раз напоминаю вам, что уже начиная с десятого этапа, такое как бы, ну, все развивается, все течет, на акционный счет счет останется, но больше по маркетинговым делам отчислений на акционный счет по структурам больше не будет на десятом этапе, и это тоже надо учитывать. Поэтому сейчас надо максимально использовать свои средства, накопить и, как говорится, не мельтешить, а сумму сформировать, и ею воспользоваться по максимуму того дисконта, который позволяет, значит, инвестиция с акционного счета. Это такая следующая информация. Теперь обратно к Грузии. Мы в прошлый раз встречались и общался и с Грузией с вами, поэтому, что я хотел бы еще сказать. Есть несколько новостей, одна из них плохая новость. Плохая новость то, что обещалась и делалась запись, практически у нас была больше, чем часовая запись в целом объеме, да, но выяснилось, что сегодня я получил письмо из Грузии, руководитель, как бы, вот этого центра извинился очень и сказал, что произошла техническая неполадка, индикатор показывал, что запись, звукозапись идет, а штекер не работал, вот, и весь звуковой ряд, мягко выражаясь, накрылся. Видеоряд есть, а звукового ряда нету. Поэтому сейчас они там думают, как восстановить. Восстановить его не удастся, будем решать, стоит ли начинать монтировать какой-то там дистанционно какой-то звуковой ряд, но по всей вероятности, поскольку есть хорошая новость, что предполагается в июне снова и уже мощная встреча членов ассоциаций, в которой 300 юридических лиц, 300 юридических лиц, не частных, а юридических лиц. Это ассоциация, которая, она называется «Единодушие общественности Грузии». «Единодушие общественности Грузии». Вот собираться, и тогда мы уже сделаем несколько записей и сможем их посмотреть. Теперь, что еще по Грузии очень полезно, это то, что знать, что по Грузии тоже готовятся сейчас предприниматели, готовятся в первую очередь, они как бы разобрались, или по крайней мере задекларировали, что понимают, что нужно для того, чтобы понимать можно, нельзя, или как подходить хотя бы к такой, ну как бы поверхностной оценке целесообразности или возможности адресных проектов, вот, какой-то пилотный проект будем подбирать, вот, и это, скорее всего, будет в середине июня, или во второй половине июня придется туда съездить. Они, по крайней мере, должны на следующей неделе дать четкий ответ, или вернее, четко задекларировать. Оживились азербайджанцы, тоже готовятся, запросили информацию, мы им все, возможно, переправили, они на следующей неделе тоже свой, как бы, перечень действий, которые они видят, необходимо провести, тоже пришлют, и вот будем тут решать, что и как делать. Значит, здесь есть вопросы. Так, говорю, сейчас, почему трасса такая кривая, куда смотрит изобретатель? Дима, ну, кривая, какая ерунда, Дима? Вы опять тут появились со своими дурацкими или какими-то вопросами? А, ну, все ясно, Санислав уже вычислил. Окей, не обращайте внимания, пускай он там дурацкий вопрос задает, кривая там, не кривая. Не беспокойтесь, когда вы, Дима, сядете или мы с вами сядем, трасса будет очень-очень-очень правильная и прямая. Так, таким образом по Грузии. И по Грузии тоже идет сейчас подготовка той схемы, как там лучше работать, как финансировать проекты. Факт, который ясно, что и в Грузии у природительства средства на этот период, то есть до 2020 года средства распределены, но на предпроектные работы, когда будет инициатива общественная, они могут подключаться. Но это все надо готовить. Таким образом, значит, столько информации перед тем, как мы перейдем к рассмотрению сегодняшнего, как бы, ну, материала, назовем это так. Так, это, я еще раз просто напоминаю, дорогие друзья, закон времени. Время сжимается, причем сжимается в каком плане? Что так называемая частота смены поколения, она такая же, но сжимается она за счет того, что уплотняются информационно, энергоинформационные потоки, сменяются господствующие технологии, и информация нарастает даже уже более мощно, чем геометрический. Колоссальнейшие, просто тут можно до бесконечно говорить на эту тему. Да, так, далее. Поэтому это очень важно. Теперь, что добавилось, мы в прошлый раз с вами смотрели на то, что до сих пор человечество, можно четко сказать и не сильно промахнуться, что человечество двигалось к технократии на базе именно технологических решений, они все практически были направлены на создание протезов. В прошлый раз мы задавали вопросы, что такое протез. То есть это функции человеческого тела. Глаз, рука, нога. То есть быстрее ездить, это значит просто функции ног человека распространения и так далее. Не вдаваясь в другие технологии, которые относятся к природе человека самого и к окружающей природе, биосферной как бы среде пребывания человека щадяще и дружелюбно. Поэтому, значит, мы с вами говорили, что начнет, цивилизация должна, по крайней мере, и она, видимо, будет это делать, двигаться в сторону биологической цивилизации. И где технологии вторичны, то есть первично будут биологические различные процессы, биологические функции, вот, сохранение биосферы, а технология должна будет настроена на это. То есть на сохранение и устойчивость, создание устойчивости на сферы. Сейчас это полностью прервано, идет мощнейшее уничтожение. Анатолий Эдуардович, когда начинает об этом говорить, у него, он говорит, что та прическа, которой тоже немного осталось, начинает дыбом становиться, когда начинает смотреть цифры. Сколько при одном запуске спутника, там, или ракеты на околоземную орбиту сжигается от зонового слоя Земли, околоземного пространства. Это практически целые страны выгорают за один запуск в виде одной Франции, например, можно так сказать, сколько уходит топливо при запуске самолета и так далее. То есть это, это я не буду повторяться, это вы все знаете, вот, но факт то, что туда надо идти, уже потихонечку начинает туда сдвигаться. Второй переход, принципиально новой организации общества-сообщества, к новой истинной роли человека разумного, то есть солнечно-умного, к свету обращенного, не мудрствующего лукава, не надувающего, хотя многие могут сказать, масло, что вы тут нам говорите, что смотрите, что в мире происходит, да, происходит, на всяком переходе, как говорила бабушка, теперь уже моя бабушка, а не Сибирякова, говорила, что внучок перед рассветом эти самые сумерки сгущаются, вот, и беси вылазят из всех углов, чтобы быстро убраться. Так и у нас, дорогие друзья, будем к этому относиться таким образом, но будем готовы, что это происходит. И теперь, вот, наши беседы, такие прерывистые, пока обмен мнениями и с Юницким, и с коллегами из Минска, между нами, директоратом и правлением, скорее, капитал, и всеми, кто, вот, в какой-то мере причастен с юристами, мы пришли к мнению, что целесообразно все-таки создание Всемирной Ассоциации Эко-Мир, которая не обращена только на Скайвей. Скайвей является одним из элементов, так называемым, как бы триггерным средством для развития этих процессов. И чтобы это реализовалось, нужно очень много изменений. И как правильно, в последнюю встречу, несколько недель назад, Анатолий Эдуардович Юницкий сказал, что, Владимир Маркович, вы же понимаете, что надеяться на существующие в мире организации, на их благоразумность, на то же самое ООН, практически бесполезно. Умеем мы, как мы умеем, нам надо создавать свои определенные поддерживающие структуры. Вот теперь мы так и будем рассматривать Всемирную Ассоциацию Эко-Мир как мощный такой ассоциативный орган, в котором будет много-много выполнения важных функций. И по направлениям, по некоторым, мы с вами сегодня побеседуем. Там идет речь сегодня, значит, кванты-переход и люди в растерянности, не знают, как дальше жить. Да, да, правильно, трудно сориентироваться, Светлана. Так, предложает СМИ, журналистов, где-нибудь приеду, приезжайте. Так, ну, простите вас, простите, забыли. Ладно, это пустой такой, как бы, разговор, в общем-то, идем дальше. И вот смотрите, дорогие друзья, значит, вот я, как бы, попытался, не попытался, а постарался, свизионировать то, что могло бы для вас быть полезно. Ведь мы инвестируем. Мы сегодня, вот мы уже работаем над тем, чтобы возникла Всемирная Ассоциация Эко-Мир, чтобы было, чтобы люди смогли бы объединиться, неосознанно где-то. Это человек, я вкладывал свою инвестицию только в то, чтобы, как бы, ну, благотворительно в свое время. Вложил 200 фунтов в стиле, он в то время и сказал, что, дорогие друзья, это мой вклад в то, чтобы люди делали свое дело, как они умеют, лучшим образом дальше. Потому что это дело действительно благое, богоугодное. Все. Дальше я стал задумываться все больше и больше. И чем больше человек думает, присматривается, видит свою роль в этом деле, начал сюда втягиваться. Я уверен, что большинство из нас, даже тех, кто сегодня меня слушает, смогут точно так же, если еще не втянулись, смогут тянуться. Потому что то, чем большинство людей сейчас на Земле занимаются, к сожалению, это тупиковый ход, по инерции многие все делают, но чувствует уже природа человека, подготавливает тому, что надо меняться, надо менять, надо ассоциироваться, надо копирироваться, надо создавать новые жизнеспособные, идееспособные сообщества, структуры и так далее. Таким образом, смотрите, что такое всемирный ассоциализм, что она на себя берет и чем она начинает заниматься. Нам это очень важно, ведь эти направления, которыми сейчас просто некогда заниматься. Я уже говорил на одном из вебинаров, у меня спрашивали, где вот этот эко-дом, покажите, где вот эта технология, значит, гумусная технология, где технология строительства дома. Все это есть, но этим сегодня практически некогда заниматься. Понимаете, да? Финансирования на это нету, этого всего нету в бизнес-плане эко-технопарка. Поэтому мы сейчас занимаемся достаточно узкой, узкой такой как бы сферой для того, чтобы, как я рисовал вот в этом треугольнике, чтобы продукт ожил, технология ожила за счет, с одной стороны, за счет технопарка, эко-технопарка, там она практически создается, но создается она за счет инвестиций, которые идут благодаря введенным механизму акционирования и залога под наши инвестиции. И вот это три единства работает, но это только на то, чтобы технология сработала. Нет права на что-то другое эти средства направлять. Поэтому разработка и развитие эко-технологий – это задача ассоциаций. Когда мы ассоциируемся, там будут частные лица, инвесторы, акционеры Skyway могут и будут быть, кто пожелает, будут практически юридические лица, которые будут сюда ассоциироваться. И этот процесс надо будет управлять, финансировать масса разных, то есть это целая большая сфера деятельности. Далее, обучение и переквалификация, создание резерва кадров. Сегодня, смотрите, даже любой проект, даже то, чтобы набрать сегодня под проекты уже проектные работы, которые нарастают прямо с нежным комом, колоссальная работа сегодня в КБ ведется. Это только КБ, это только конкретные проекты. А если мы будем, а мы говорим здесь о развитии эко-технологий, а мы говорим здесь о широкому спектру специальностей, некоторых специальностей сегодня еще как таковых и нету, понимаете, они даже еще не обозначены. Переквалификация, подготовка резерва кадров – это важнейшее, это целая индустрия, которую надо запускать. Кто этим будет заниматься? Государство этим не будет заниматься. Там совсем другие механизмы сегодня, к сожалению, по старым моделям работают. Мы уже говорили об этом. Далее, информационная поддержка, восстановление экологии и биосферы планеты. Тьфу, дорогие друзья, чтобы вывести на околоземную орбиту, это только следующий шаг. До этого еще много чего надо. Маск собирается увозить там миллион или сто тысяч людей на Марс, потому что, пардон, да, действительно здесь с Землей не все в порядке. Но сначала надо Землю в порядок привести, и это наша с вами задача, дорогие друзья. Так, теперь далее, смотрите, смотрим дальше. Структуры финансирования целевых проектов. Вот мы этим занимаемся, но этим надо мощно заниматься, потому что проектов много будет, и должен быть механизм. У ассоциации должен быть свой инструментарий. Не в банк бежать, не куда-то там начинать каждый раз что-то создавать, а уже сейчас мы отрабатываем на площадке. Мы практически занимаемся с вами. Экотехнопарк и проект Skyway – это пилотный проект Всемирной Ассоциации Экомир. Понимаете? То есть мы отрабатываем все. Ни у кого. Вчера, позавчера, два года назад, вчера никто даже не предполагал, как эти процессы будут идти. Только можно было кое-что угадывать, кое-что предугадать. Все. Мы все отрабатываем. Все мы делаем. Большинство дел дел делаем первый раз. Создание разнопрофильных экотехнопарков и производственных кластеров. Что это такое? Может быть, у слушателей возникнет вопрос, что такое разнопрофильный экотехнопарк? Сегодня мы имеем дело с экотехнопарком, который ориентирован на запуск и развитие отточку технологии, сертификацию и в дальнейшем развитие технологии транспортных структур Skyway. Но, извините, ведь существует, начнется строительство линейных городов, начнется слоение территорий, начнется строительство будущих трасс, будут поселения возникать, линейные города нужны и будут создаваться профильные экотехнопарки, которые будут переработкой заниматься, экологическая переработка, экологической подготовкой продуктов питания, землевозделывание земли, выращивание различных культур, создание и приготовление продуктов питания и так далее. То есть масса всего, что надо будет делать. И производственных кластеров, то есть соединение, это так называемая предварительная структурная подготовка будущих объединений, для того, чтобы прийти через определенное время, прийти, быть готовыми к созданию следующего этапа, следующих планов, о которых давно уже мечтал и готовился к ним, на выведение производства на околоземную орбиту Анатолия Георгиевича Ирдисовича, по его замыслам. И это все надо. Теперь эко-поселения и линейные города, видите, это тоже их создание. Ведь практика, которой я уже как бы 2009 года столкнулся с университетами, с двумя, я об этом тоже говорил вам. Вот. Эта практика, она... Дорогие друзья, у меня такое предложение. Давайте не будем с этим Димой тут бодаться. Его сюда, как этого самого харька запустили, или он сам запустился сюда. Я прошу Дима извинения, вот, но за такое вот сравнение. Для отвлечения и для сбоя энергетики. Пускай он там суетится. Если он что-то толковое скажет, ну, спасибо, не скажет ничего толкового, ну, что тогда, пускай, как говорится, караван идет. Ну вот, поэтому по эко-поселениям или линейным городам. И вот вопрос такой, что очень много не хватало. Я, наверное, говорил, повторюсь, значит, на каком-то из вебинаров, я, скорее всего, говорил в начале или в конце прошлого года, что есть опыт, мы столкнулись с тем, что и в Краснодарский край выезжали там семьи, там более 20, 27 семей выехали. Думали, что они построят в степи красивой, хорошей эко-поселения. Будут там, как говорится, как сыр в масле кататься. Все предпосылки к этому были. Но они не были готовы. У них не было модели этого поселения, не было культуры этого создания. Они городские люди. Да, у кого-то остались деревенские корни какие-то, но опыт и практика уже не присутствовало. Это не так просто. И в результат, значит, они там чуть не перестрелялись. Сегодня там осталось пятеро из 27, все остальные разбежались. В общем-то, и там, бог весть, что творится. То же самое было в Ленинградской области. В Карелии. То есть, многие места разваливаются. То есть, люди говорят об экологии, но экологией не является то, что ты удобренную, пардон, чем-то натуральным картошку кушаешь, топишь печку дровами и так далее. Нет. Мы уже совершенно в другом времени, друзья. Делай гумус, спасай планету правильно. Вот. И поэтому это очень важно. То есть, экопоселение тоже с умом надо строить, и об этом мы тоже будем и говорить, и будем делать. Значит, структуры финансирования целевых проектов. Ясно об этом говорили. Инициация и ведение предпроектных стадий и адресных проектов. Почему предпроектные стадии? Я уже говорил, что это самое такое, как бы, неблагодарный период. Вернее, он так называемый мутный период, когда еще неизвестно, сработает, не сработает проект. Много сомнений, что-то непонятно, но кому-то надо это вести. И вот в этом плане как раз ассоциация может вполне сформировать такой центр, который будет этим заниматься. А что это такое? Это, друзья, все, доход будет и инвестором, и акционером, и так далее. Вот. Далее. Очень важно создание новых социально-экономических сообществ и поддержка, их поддержка. Тоже очень непросто. Это большая работа. Мы будем каждый из этих блоков еще отдельно с вами рассматривать. Я сегодня только вас, как бы, знакомлю с этими направлениями. Здесь есть много чем заниматься в каждом из них. И моя задача, в первых, самому понять, в каком направлении мы двигаемся, поделиться этим с вами. И создать именно возможность каждому это досмысливать. Потому что как только квантовый мир таков, как ты только информацию выпустил, она начинает оживать, если она благодатная и, как говорят в народе, богоугодная. И последнее, смотрите, что очень важно, это благотворительность, добровольчество и волонтерство. Кто-то скажет, ну так добровольство, добровольчество и волонтерство – это одно и то же. Почти одно и то же. Волонтерство, если так вот придираться, волонтерство – это так называемая, как бы, добровольническая деятельность в достаточно узком плане. А добровольчество – это очень такой широкий спектр деятельности. Но все это благотворительность. Таким образом, это дело все и развивается. Вот об, как бы, новом, не новом, а более измененном подходе к созданию будущей ассоциации. Естественно, акционеры Skyway, у них будут свои определенные возможности в этом процессе. Теперь, значит, я еще что хотел вам сказать, смотрите, напомнить, не забывайте, друзья, об этом, что пирамида владения управленческими знаниями в толпоэлитарном сообществе или обществе, слева пирамида толпоэлитарного устройства общества, где толпа внизу, дальше идет средний класс или элита, так называемая, и, значит, глобальное знахарство или так называемая верхушка посвященных, которые вышли от речества, перешли к знахарству. То есть начали в свою пользу все это делать, а не в пользу общества, если говорить упрощенно. И такова пирамида, скажем, пирамидальное устройство нашего общества. А что касается владения знаниями, то как раз вот эта маленькая верхушка 340 семей, 360 там, ну, неважно там, ладно, возьмем сюда миллиард или миллиард, назовем это один миллиард сюда, где, значит, владеет он методологией и фактологией. То есть мозаика, видна целая картина в целом и видны ее элементы. Как только переходим мы на средний класс или же на элиту, то уже элита знает только кирпичики, факты. Целой стены или здание за стеной они не видят. Калейдоскопично, то есть как в калейдоскопе, да, красненький там, зелененький, что-то там, оранжевое проскакивает, а где-то они соединились, какие-то фрагменты видно, что-то ясно, и мы полагаем или люди полагают здесь, что они владеют целым. Нет, даже школьная система в целом не построена таким образом, чтобы люди овладевали бы системой знаний, а фрагментарно владеют определенными, овладевают определенными узкими направлениями. И это делается специально, чтобы разделять и властвовать. И, естественно, в самом низу беспорядочные фрагменты знаний. Тут чуть-чуть в газете сказали, там пересказали. Значит, одна семья в Эстонии слышала, что на Украине или в Украине все не так, там в Донбассе не так. Им только выдали, и они принимают это за реальность, не знают в целом ничего, и судят по тому осколку, который они видели. Беспорядочные фрагменты знаний. Системного подхода нет, системного понимания, где порыться, где поискать нету, и люди живут в иллюзиях мелких осколков. То есть вот такова реальность, в которой мы живем. Этого, дорогие друзья, прошу вас не забывать, и это прошу учитывать. Между прочим, Илон Маск – мальчик из VR и бизнесмен. А я – нет. Да. Правильно. А, это правильно. Вы знаете, по Илону Маску тут вообще отдельная история, потом расскажу вам, что тут происходит. Значит, дальше. И вот еще, что очень важно понимать. Те, кто КОБ или концепцию общественной безопасности занимались или занимаются, должны это знать, что фактически для того, чтобы завести людей в тупик, ложь разделяется на две маленьких лжи. Ложь номер один и ложь номер два. И идет вся дискуссия между тем, кто – правые или левые. Вот это фактология правильная, или это вторая фактология. Где истина? И вот фактически мельтешит все сообщество. Дискуссия идет между двумя ложами. Ложью. А первой и ложью второй. Вот. И тут приведен пример хороший, что материя, наука, социализм, плановая экономика и так далее. На другом полюсе. Материя – сознание, наука – религия. Социализм сопоставляется или противопоставляет капитализм ему, плановая экономика, рыночная экономика. И вот идет, что лучше, что правильнее. Где демократия? Обсуждается все. А истина вообще где-то в третьем месте. Ложь. Где истина? Истина здесь. Материя, информация и мера – триединство. Вот где истина, дорогие друзья. А не какие-то выхваченные по этой методологии, выхваченные какие-то фрагменты, факты, какие-то осколки. Не описана в целом система. Вы знаете, я вам поделюсь здесь своим жизненным опытом следующей вещью. Я сейчас, только сейчас осмысливал, благодаря вот всему этому, то, что в свое время, когда я готовился, я по своим двум первым образованиям, я технарь. То есть я энергетик по первому, второму, значит, программист и системщик автомазированной системы управления. Моя вторая специальность. Системное образование какое-то получил, но воле судьбы пришлось мне, значит, переформировать или перейти на управленческую деятельность, потому что, ну, иначе не было возможности в советское время сильно зарабатывать и даже не зарабатывать. Тебя выдвигали, говорили, вот, все, теперь ты поработал, давай теперь управляй. Вот. И создавалась абсолютно новая фирма в Эстонии и в Советском Союзе, консалтинговая. Мне там удалось, вернее, мне предложили туда, значит, прийти на работу, удалось туда перейти нормально. И условием было то, что я начну заниматься научной деятельностью в экономике, а я абсолютно профан в организации управления был, и мне были поставлены условия. И вот, естественно, одним из них было то, что надо было сдавать кандидатские минимумы, готовиться. И те, кто постарше знает, что такое, значит, материализм и капитал Карла Маркса. Вот. И вы знаете, ну не мог я понять, я считался тупым, что я не могу освоить капитал Маркса. Вот. А фактически, сейчас я только начинаю понимать, а только на базе каких-то комментариев. Были очень хорошие труды специалистов, которые комментировали Маркса, сравнивали с трудами Ленина там, и в какой-то степени говорили, друзья, идите вот в этом направлении, так и понимайте это дело. Вся система образования фактически так же построена у нас была, и сейчас еще в большинстве мест такова. Вот. И поэтому, значит, я вполне сейчас понимаю, что я это невозможно, это многим людям невозможно было фактически понять. Надо было только договориться, что давайте будем так говорить. А понять и Маркс, а выясняется, что фактически труды Маркса в большинстве и были на то направлены, чтобы увезти куда-то в другую сторону людей или, скажем так, заставить их между двумя неправдами, все это дело разделять. А фактически-то вся истина в другом месте. Это вот такое лирическое отступление вам для того, чтобы вы понимали. Да, правильно. IQ – это не самый лучший показатель, дорогие друзья, и об этом мы можем еще говорить. Теперь информация вам между делом. Смотрите, значит, вам, вероятно, уже многие заметили, что раньше был у нас Eurizin Railway Systems Holding Limited, одна компания, мы об этом говорили, я схемы тут рисовал, там акционерный капитал есть, и он был и есть, это 60 миллиардов, 130 миллионов, 114 тысяч, 960 акций, или же, ну, столько же в долларах акционерный капитал. Создали вторую. Значит, по автомату вы скажете, ну, вы же, Маслов, говорили, что, значит, точно такая же 60. Вы знаете, выяснилось, значит, что стали тут сейчас смотреть, что, оказывается, Eurizin Railway Systems Holding Limited по расчетам оказалось правильнее сделать с большим акционерным капиталом, это ничего страшного. То есть Global Transport Investment, являясь GTI, являясь учредителем, оно расширило, то есть взяло из своего акционерного капитала и немножко добавило и расширило круг привилегированных акций. И во второй компании просто акционерный капитал немного больше. Это ничего страшного, просто больше акций, которыми можно оперировать, подготавливая залоги или залоговыми акциями для инвестирования. И плюс еще, значит, и скорее всего, я не берусь досконально это утверждать, но скорее всего это сделано для того, чтобы мне не удалось с Бабурином это еще уточнить, нюансы, да, вот, но это скорее всего сделано для того, чтобы в какой-то степени было бы лучше создавать или как бы готовиться к подготовке IPO и внутренним процессам, потому что консалтинговая компания, которая первично ознакомилась и начинает уже нас консультировать, она дала соответствующие, видать, рекомендации расширить немножко круг этих акций, привилегированных акций. Поэтому здесь 73 миллиарда 492 миллиона 362 тысячи 716 акций, вот, сложить это и получите сколько у нас теперь, значит, изменено других акций, потому что это просто делать акционерам, привилегирующим, или вернее, преобладающим акционерам Global Transport Investment является Юницкий. Он принял это решение и это можно было сделать, там никаких особых процедур сложных нет. Вот такая вам информация, дорогие друзья. Да, вы правильно говорите, значит, так как акции или доллары. Долларов, это в долларах, правильно и так, но у нас одновременно и акции столько же. Видите, здесь написано, что, значит, одна акция, один доллар. Это акционерный капитал, на который выпущено адекватное количество акций, в один доллар. Здесь есть, прокомментирую, нет, не по 49, практически да, извиняюсь, не по 49 процентов, а половина минус одна акция, не процентов, а минус одна акция только. В каждом из холдинга, не продается, а выделяется или создается предпосылки для того, чтобы прийти к этому, не более. Вот, и для того, чтобы там, как бы, не промахнуться, уже заранее это все подготавливают. Не думали, что так быстро будет. И, к сожалению, интеллект, Светлана, интеллект, на мой взгляд, можете поспорить со мной, интеллект, это еще не является культурой, с одной стороны, да, вот, и интеллект, он, ведь смотрите, что такое интеллект? Давайте посмотрим, вот с этой позиции, что такое интеллект, когда мы знаем, как толпоэлитарное общество построено. Интеллект, это, к сожалению, ему преданно, если вы посмотрите в Википедии, это то, насколько ты владеешь информацией. Ведь, что ЭКГ, или вернее, ЕГ, значит, единое государственное этого самого, экзамены, которые сделаются, все вот эти, как бы, тестовые испытания и прочее. Выбирай отсюда или выбирай отсюда, выбирай отсюда или, а если у меня мнение совсем другое? И зачастую так и бывает. То есть не развивается вообще в обществе инакомыслие или даже в хорошем смысле. Как комментарии предполагают, так и надо делать. Какой это интеллект, дорогие друзья? Когда человек не может выбирать, когда человек не может сам определенно, значит, принимать какие-то как бы соображения и так далее. Интеллект – это так называемое накопление какого-то определенного количества информации, знаний, но не способность всем этим пользоваться. Зачастую те, как бы, ну, средства, которые у нас сегодня существуют – оценки интеллекта. Интеллектуальная собственность – да, интеллектуальная собственность – это просто такое выражение, которое говорит, что это на базе интеллекта выработанная технология, которая присуща на человек-автор этой технологии или же это не только технология, может быть, интеллектуальной собственностью является и право человека на музыкальные произведения, там, на песню, там, на какую-то схему, на какой-то рецепт, рецепт булочки, например, или блин, ну, тоже интеллектуальная собственность, наработанная человеком, отточенная и так далее. Интеллектуальные игры, да, интеллектуальные игры тоже существуют. И таким образом идем дальше. По этому поводу, значит, от чего отталкиваться, давайте пройдемся еще раз по этому. Значит, надо себе понять, что становится ли человек на путь саморазвития и команды деятельности. Об этом мы уже говорили. Понимаешь, понимает ли человек и учитывает все прежние схемы и принципы, что это все меняется. Вот я методично об этом вам говорю. Для того, чтобы каждый задумался, или же подискутировал внутренне со мной, или же явно это сделал в чате, вот, если посчитает это необходимым, выскажут другие люди. И самое главное, дорогие друзья, что не потворствовать своему эго. Многие зачастую бывает так, насмерть стоят, говорят, нет, вот я так считаю и все. А это не он так считает, это его маленькое я, которое стоит за левым плечом, так считает. И вот идет мощнейший баталий на эмоциональном уровне. Этим подрывается здоровье, подрывается не только здоровье самого человека, подрывается здоровье его семьи, членов его семьи, его окружения и общее здоровье. Но этим подпитываются определенные силы. Вот, это очень важно, учитывать это, дорогие друзья, и быть готовыми меняться. Вот что очень важно, осознать это надо. Важно, что еще что. Виртуальная среда стала площадкой, усиливающей в разы возможности. Возможности масса. Виртуальная площадка. То есть интернет, смотрите, разве 10 лет назад, 5, даже 5 лет назад было практически немыслимо, что мы бы с вами целый час практически сидели бы, обсуждали, я бы мог рассказывать, или кто-то из нас мог бы это рассказывать. Да, у нас сегодня еще не свободно. То есть мы немножко усеченно высказываемся здесь, но тем не менее у вас есть возможность. Я вижу ваши комментарии, вижу тут интеллектуальные некоторые, значит, некоторые обмен мнениями. Вот тут вопрос возникает. Можно ли купить действующую модель 1.50 для демонстрации? Вы говорите, да, можете заказать. Я полагаю, что можно. Обычно они выпущены, там есть различные, но если вы закажете, то абсолютно, я думаю, что можно. Там есть модельный цех, который делает, и мы, я тут сам в Индии увидел интересные модели, которые с удовольствием бы тоже можно было бы применить для определенных целей. Поэтому ваша идея очень неплохая, кстати. А где зарегистрирована другая компания? Я не хотел бы рассказывать. А что там рассказывать? Значит, а, ну да, правильно. Это кто-то там Винницкого цитирует. Я все никак не могу понять. Так, все, окей. Таким образом, идем дальше. Виртуальная среда. Ясно. Важно дифференцировать свои средства, вклады и тому подобное. Да, я все время призываю. Это не мое мнение, это мнение умных людей, к которым я прислушиваюсь, хотя я себя тоже, ну, не совсем там глупым считаю. Посмотрю в зеркало, говорю, ну да, вот прислушайся, что умные люди говорят. Вот. Какое-то время я был в несколько мнений в этом плане, дорогие друзья, если взять хотя бы лет 10-15 назад. Вот. В разные корзины надо рассказывать. Я думаю, что нет, вот в этом пойдем. Раз обжегся, второй раз обжегся и стал несколько сдержаннее относиться ко всему этому делу. Вот. Недалек тот день, я глубоко уверен в этом, что когда недвижимость, а недвижимостью в большинстве стран мира является земля, то, что не передвинуть, да, вот, а строение, которое на нем является, это все движимое имущество, то есть земля перестанет быть частной. Многие сейчас скажут, ну масло вообще загнул. Без этого мы, матушку землю, не восстановим, дорогие друзья. Вот. К этому надо просто будет прийти, и это залог нашего выживания цивилизации. Не слушайте советов большинства, у них мало денег. Понятно, да? Большинство советует с позиции своей кочки, а мы знаем, где эта кочка. Видите, где она? Вот. Большинство где? Вот она здесь. Что большинство знает? Мы видим, что большинство знает. Поэтому совет эти мало чего, дорогие друзья, стоит. Каждый осколочек, каждый отсюда, ну ладно, даже здесь. Да? Вот. Поэтому большинства советов не слушайтесь. Смотрите, прислушивайтесь, прислушивайтесь, присматривайтесь. Вот. Принимайте решения осмысленно и самолично. Вот. Важно, это очень важно. Допускайте определенные риски, оставляйте страховой фонд. Вот это все разговор о начале, о подходе к 10 этапу, о 9 этапе, о том, когда вы говорите другим людям и не заставляйте их, скажем так, снимать последнюю рубашку и класть ее в общий котел. Поэтому думайте, рассуждайте, взбешивайте, рассчитывайте. Самой востребованной валютой будут идеи. Это тоже правильно. Поэтому не стесняйтесь, обдумывайте, будьте, значит, открытыми к новым идеям. Не хватает своих идей, прислушивайтесь к чужим идеям. Вот. Но это не значит, что надо мотаться между идеями. Потому что ведь есть очень много людей, я неоднократно, я на многих курсах участвовал какое-то время, массой ходят люди с одного семинара, с одного обучения на другой. Слушают, записывают идеи. Когда начинаешь спрашивать, а что ты, да, вот нам что-то говорили. Но а ты-то сам что думаешь по этому поводу? Пропусти эту идею через себя. Подумай, а где, а вот где это можно было бы применить? Таких, к сожалению, всего 3%. Закон статистики таков. И из этих 3% только 20% что-то могут делать. Поэтому, но тем не менее, у каждого есть возможность выбора и это учитывать. Вот. И теперь, если задуматься над тем, куда двигаться мировое сообщество, мы уже с вами говорили. Это новый этап локализации перед принципиально новой глобализацией. Вот я немножко, еще есть времени, я разъясню. Что такое локализация? То есть понимаете, да? Вот то, что произошло в Америке, я уже говорил об этом. Трамп призывает сейчас, давайте локализуемся, давайте наведем порядок у себя в стране. Да, там ему кричат, что мы такая глобальная, мы основная нация в мире, от нас мы главные, мы очень важные. Он говорит, давайте приведем все в порядок у себя и будем потом смотреть, как мы сможем в глобальном процессе. Но видите, старые структуры не хотят сдавать свои позиции и поэтому все не так просто. То же самое практически происходило и во Франции сегодня. Да, там задним движением, то есть слева встал один лидер, справа встал другой лидер. Шла вот эта игра. То есть шла игра вот от чего, дорогие друзья. Смотрите. Вот эта игра шла. Пардон, извиняюсь, проскочил. Вот эта игра шла. Между этими двумя неправдами. Но в конечном итоге это к чему ведет? Это ведет к тому, что все равно, разобравшись локально у себя в стране, они поймут, что в любой стране, в России то же самое, в Эстонии то же самое сейчас идет, в любую страну. В Грузии это идет, кстати. Люди на массе начинают понимать, что надо у себя навести в конце концов порядок, несмотря на то, что кому-то где-то заплатили и говорят, что давайте Майдан собирайте, давайте там розовую или оранжевую революцию делать или давайте еще что-то делать. Ведь ясно, откуда ноги растут у всех этих процессов. Давайте разберемся у себя, по-хорошему разберемся и будем готовы с новым очищенным пониманием всего выйти в новый глобальный мир. Но глобальный мир не для глобализации, а для восстановления экологичности, восстановления, возрождения биосферы, создания ноосферы и сохранения всего этого, друзья, в конечном итоге, понимаете? Далее, организационные особенности адресных проектов, о которых мы с вами говорили, я повторюсь еще немножко. Параллельное видение этапов на стадиях планирования строительства. К чему я это все говорю? Это я говорю для того, напомню, чтобы мы, кто мы этим делом занимаемся или присматриваемся, понимали, что если любой адресный проект смотреть, то может показаться, там, помните, да, я показывал, что там полгода-год предпроектная стадия и от полутора до пяти лет строительная стадия строительства какого-то объекта, там, какой-то трассы. Это эти большие проекты. Мне задали очень конкретный вопрос, например, индусы. Когда они показали мне цифры, они взяли мне за горло и говорят, Маслов, честно говорите, вы же технические специалисты, вы что-то знаете, я говорю, ну, кое-что знаю, но вот как вы, как эксперт, скажите, сколько этот проект может строить? Я говорю, если у вас документация вся подготовлена, строительство можно уже даже сегодня, могу я вам сказать, можно сделать эти 15 километров построить за полгода. Они так это задумались, говорят, ой, это очень даже интересно. Откуда вы это, почему вы так думаете? Вот мы начали раскладывать эти все этапы строительства и выяснилось, что да, вполне, если мы будем, а мы будем, параллельно ведение этапов на стадиях планирования строительства, различных этапов, подготовительный этап, то есть, понимаете, когда мы уже знаем, что мы в любом случае этот проект будем делать, это значит, предпроектные стадии мы прошли, мы там выясняем только не то, будем строить, не будем, мы там выясняем лишь только то, как лучше построить. И тогда начинаем уже планировать сетевое, сетевое планирование, матричное планирование, то есть, сеть операции распланируем, компонуем все элементы и начинаем их размещать для их подготовки. Уже начинаем подготовку их производства, предпроизводственных стадий, заказ материалов и так далее, предварительная подготовка на упреждение различных компонентов, узлов и тому подобное, да, подготовка специалистов в крайнем случае или в любом случае, стандартизация элементов, применение модульного принципа во всем, это уже закладывается в самой сертификации, друзья, выдвигающаяся с двух сторон установка по трассе, это не значит, что если трасса 15 километров с точки А в точку Б, с обоих сторон, нет, разбивается на 10 участков по полтора километра и каждый участок делается навстречу друг другу, вот и все, создаются стыковочные, но это все планируется, создаются сети, матрица, как это делать, как это планировать, создалось, то есть выполнено, не выполнено, поступили материалы, не поступили, есть ли все компоненты или нет, установлены, как, например, установки промежуточных опор, как анкерные опоры делать, да, не ждать и не сидеть, вот, вот, поехали, теперь начинаем делать, то есть параллельно много чего делается и потом только Это складывается как лего. Об этом говорит подготовка анкерных, промежуточных, создание элементной базы, которая стандартная. Многие вещи, независимо от того, делается это в Индии или в Центральной Европе, элементы будут такие же. Они заранее будут стандартно, по определенным стандартам и лицензиям выполнены, сделаны. Будет только поставляться, устанавливаться все. Но это очень важно понимать, поэтому не надо здесь сомневаться, справимся мы или нет. Если, или вернее, когда будет все правильно подготовлено, то будет правильно и справимся. И вот, я не помню, показалось мы или нет, это поздравление Анатолия Эдуардовича, он мне позволил сфотографировать, такой плакат у него там был, вот он на стол его положил, я его сфоткал, где Анатолию Эдуардовичу подарили его уже как эксперта и конструктора, который уже, видите, там вот видно на околоземной орбите, сзади элемент пояса, производственно-промышленного пояса на околоземной орбите. Поздравляем гордо всей душой, благодарим за сложный труд, пусть мысли крепкою струной, быстрее к открытиям зовут. Вот на этих словах я хотел бы, друзья, сегодня закончить нашу встречу, поблагодарить вас за внимание, за сопричастность к этому процессу, пожелать вам холодное, перейти от холодной заканчивающейся весны к теплому этапу ее и перейти уже к переходу в лето. Впереди не менее интересные, не менее важные дела. Желаю всем успеха, доброго здравия вам, вашим семьям. Берегите себя и своих близких, и тогда будет всем счастье. Строй сковей, спасай планету. До скорой встречи, все доброе.